Итак, друзья, продолжим. 1 марта, сейчас я заслушался, 1 марта, завтра 1 марта, завтра первый день весны, сегодня последний день зимы, боже мой, в какие интересные времена мы сегодня встретились, да? Итак, друзья, мы продолжаем бизнес-канал, в эфире бизнес-класс, в студии бизнес-класса очаровательная Татьяна Сорокина, не первый раз в студии, особенно приятно. Татьяна Сорокина, напомню, генеральный директор компании Юнит Консалтинг. Тань, день добрый. Добрый день. Возвращение вас из Владивостока, в общем, событий множество. Значит, о чем мы говорим сегодня с Татьяной, мы будем обсуждать тоже достаточно популярную, ну, как минимум и в нашем эфире, тему франчайзинга. Что же это такое, светлое будущее или практичное настоящее? А почему не объединить, собственно, два этих момента? Сейчас это практичное настоящее, которое приведет меня к светлому будущему. Да, да, осталось только определить временные периоды, которых приведет. Именно поэтому я вас пригласил сегодня в студию, Тань. Сейчас будем определять и временные, и все остальные периоды. Я напомню, друзья мои, телефон студии 651099,6, код города 495, сайт компании finam.fm, звоните, пишите, задавайте Татьяне свои вопросы, пользуйтесь. Таким случаем, такой возможностью. Тань, буквально час назад в этой же студии, в эфире «Сухого остатка», поскольку это две программы, объединенные в бизнес-класс, так называемый, мы общались с экспертами о рынке ипотечного кредитования. Так. Сталкивались как-то в своей жизни? Лично я, нет, не пользовалась этой услугой. А какой бы вы добавили эмоциональный такой, ну, как обычно говорят, я не пользовался, слава богу, или я не пользовался, к сожалению. Да, и вам рекомендую. Вот вы какую бы добавочку? Да, да, и вам советую не пользоваться. А, то есть я не пользовался, да, слава богу, слава богу. Ну и вопрос тогда, если можно, с точки зрения уже обычного обывателя, ипотека, в принципе, это зло, или ипотечная ситуация в российской действительности, может быть, не совсем цивилизованная, не совсем еще проста, понятна. Как вот вы это оцените? Я уверена, что с точки зрения обывателя это зло, как бы для обывателя. Обывателю нужно жилищные условия свои улучшить. А где взять денег-то? Да, понятно, что есть как бы светлая прекрасная мечта, например, о доме, и это, ну, вне всякой, да, вне всякой, как бы, да, конкуренции такая мечта. Но это, как правило, такая кабала, которая с трудом, иногда с потом, иногда с кровью, иногда еще с чем-нибудь достается человеку. Ну, то есть лучше в эту кабалу, да? Да, да, я думаю, что есть альтернативные способы. Альтернативные способы? Ну, например, заработать денег. Вы-то, кстати, тут считали сегодня, средняя заработная плата, да, средняя стоимость квадратного метра, и можно умножить там одно на другое и понять, что где-то лет в 150 я, может быть, да, сидя на диете, все-таки смогу отложить себе на однокомнатную квартиру в Бирюлево. Сейчас это самое страшное, мне кажется, да, на рынке риэлторском ругательство. Однушка в Бирюлево. Ну, да. Ладно, бог с ним, я понял ваше мнение, по крайней мере. Давайте мы вернемся к нашей непосредственной теме. Итак, франчайзинг. Светлое будущее или практичное настоящее. Ну, начнем с зарубежного опыта, наверное, да, потому что и франшиза в том числе, как многое другое, пришло к нам с запада. Да, на самом деле франчайзинг развивается примерно с середины прошлого века, очень давно уже. Это мы говорим сейчас о мировом опыте, да? Да, о мировом опыте. И там они достигли потрясающих, невероятных результатов. То есть можно сказать, что, например, в странах Европы, в некоторых странах, даже Востока, ну, та же самая Япония, например, да, или совсем уже на запад пойдем, в Америке, в разных странах от 40 до 70% розничных продаж идет через франчайзинговые предприятия. То есть это колоссальное распространение этой формы, да, так скажем, ну, с бытовых сетей, как, да, я все как бы по системам дистрибуции вспоминаю, да, 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 с бытовых сетей. Вот, а у нас на самом деле там и 5% мы не дотягиваем. Ну, это пока, видимо, да, пока. Да, да, у них это связано, прежде всего, было с тем, что в какой-то момент, когда растет конкуренция, вот мы с вами уже встречались по поводу дилеров, общались, дистрибуторов, и по поводу филиалов. На самом деле франчайзинг это такая промежуточная форма, когда уже посредники дилера или дистрибуторы, они не могут обеспечить необходимый объем и качество продаж, а филиалы это дорого, вот тогда возникает вариант франчайзинга, он как бы промежуточный по всем статьям. А у них так и возникло при росте конкуренции, когда посредники не смогли продавать в достаточном объеме в качестве. У них это, в смысле, на Западе? За рубежом, да, вот в тех самых странах. Так получается, что мы говорим сейчас в России, да, это еще пока мало-мало, именно потому, что у нас нет достаточных условий, что ли, да, для возникновения франчайзинга? Ну, потому что, например, опять же… Нет такой жесткой конкуренции, если уж к этому возвращаться, да? Или она не на достаточном уровне, может быть? Ну, я думаю, что тогда, когда возник у них франчайзинг в середине прошлого столетия, у нас и у них примерно, мне кажется, примерно одинаковый был уровень конкуренции, как сейчас. То есть я не думаю, что наша конкуренция отличается от той, которая у них была там 80 лет назад, честно говоря. Думаю, что примерно, да, примерно одинаково. А вот, собственно, время, в течение которого идет развитие франчайзинга, оно исчисляется у нас, по сути, как бы годами. А там десятилетиями, да? А там, да, исчисляется десятилетиями. Соответственно, уровень продвинутости получается совершенно другой. У них было очень много и страшных скандалов, и разорений, и огромное количество мошенничества в районе 50-х годов. Вот, они через это прошли. Вот, теперь наш черед. Да, то есть нам предстоит это делать. А, кстати, смотрите, если вернуться опять к вашей фразе, что франчайзинг это промежуточное, да, между дистрибуцией и непосредственно филиальной сетью. Можно говорить о том, что вот я, ну, условно говоря, там, первый этап прошел, потом на сеть пока еще, на филиальную, да, я, так сказать, не замахиваюсь, еще пока селенок маловато, я решил развиваться путем франшизы. А потом я, и пройдя этот этап, все-таки уже не получится. Не получится. Не получится. Статистика есть на это дело. Статистика весь жесткая, да. Есть статистика на это дело. На самом деле для того, чтобы клонировать что-то по франчайзингу, какое-то свое подразделение, вид бизнеса, необходимо иметь бизнес-опыт, свой собственный. То есть, по сути, нужно иметь, ну, как бы возвращаясь, свои филиалы, причем не один, на котором, который показывает, что это исключительно экономически эффективная форма работы твоего бизнеса, единицы, филиала. И есть статистика, что на самом деле те франчайзеры, это как раз организаторы франшизы, которые не имея своих точек, ну, своего вот формата бизнеса начинают как-то думать о его клонировании, они терпят крах в сорока процентах случаев. И я очень долгое время, как бы, с восхищением смотрела, например, такую сеть бытовой техники как эксперт. И я их очень уважаю, у них замечательно было всегда франчайзи в Муфе. Это где такая сеть? В регионах где-то? Да. Понятно. Да, да, и специалисты у них были классные, результаты хорошие, но вот только теперь уже сети нет. Вот по этой причине как раз. А недостаточно того, что у меня опыт, опыт, Таня, смотрите, а недостаточно того, что у меня опыт бизнеса-то есть, я свой бизнес, вот, условно говоря, свою точку, что-то я веду, и она у меня успешна. Или здесь этого опыта недостаточно, именно опыт, ну, в кавычках, клонирования необходим? Ну, опыт клонирования чего-то? Мы же клонировали, у нас есть какой-то успешный бизнес, который уже доказал свою эффективность на практике. Вот, ну, например, какое-то время назад была компания, которая называлась Копейка. Да, была такая. Сеточка, да, купила ее потом Пятерка. У них был совершенно замечательный франчайзинг, и какое-то время назад они начинали с франшизы на формат, примерно 800 тысяча метров, ну, то есть огромный-огромный магазин. На самом деле желающих не было, зато огромное количество стояло в очереди и спрашивало, когда вы нам поменьше формат франшизы, но поменьше формат сделаете. Ну, прошло какое-то время, они об этом озаботились, они открыли свою точку. Все уже забеспокоились, стали ждать, как бы, и кричать, что давайте франшизу. Они код обкатывали со всех сторон, потому что говорят, нам нужно матрицу обкатать, нам нужно понять с торговым оборудованием, а со штаткой. То есть мы вам так не можем полуфабрикат отдавать. А после этого они уже, да, стали клонировать вот этот формат вновь созданный. А после этого они продались Пятерочкой. Ну, на самом деле, они уж потом, они лет 8, мне кажется, или 9, они работали с франшизой. Да, да, да. Они не выходили за пределы Москвы, на самом деле, в отличие от Пятерочков. У Пятерочки тоже есть франшиза. Пятерочка региональная франшиза, а у них московская была франшиза. А чем, кстати, обусловлено, что они в Москве, копейка в Москве? Потому что, насколько я знаю, они ориентировались на такой дискаунтер как раз, копейка дискаунтер, да? Ну, да, но здесь тоже есть определенные, как бы, слои это. А по Москве у них франшиза была в связи с тем, что у них были очень жесткие правила по организации франшизы. И это невозможно было воспроизвести в регионе, только в Москве. Так, сейчас новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы говорим на тему франчайзинга. Что же это такое? Светлое будущее или практичное настоящее? У меня в гостях Татьяна Сорокина, генеральный директор Юнит Консалтинг. Телефон студии 651099.6. Код города 495. И сайт компании финам.ФМ. Кстати, уважаемые радиослушатели, обращаясь к вам с просьбой, да, собственно, если у кого-то есть возможности и желания, конечно, рассказать об опыте, об опыте, да, если кто-то обладает опытом открытия бизнеса по франшизингу, вот с чем, с какими проблемами, может быть, сталкивались, или наоборот, кто-то подумывает затеять это дело, да, на что надо обратить внимание. Потому что Татьяна у нас, к сожалению, не каждый день в эфире, бывает крайне редко, вот, и нужно воспользоваться этой ситуацией и задать ей обязательно вопрос. Татьяна, значит, мы продолжим, давайте с вами, разговор о франчайзинге, ну, рассмотрим его более подробно в некой бизнес-поскости, да, в разрезе, что называется. Бизнес-модель франчайзинга. Основа — это крупное предприятие, у которого есть бренд, раскрученный бренд, известный, популярный. Есть ноу-хау, метод ведения бизнеса. Ну, например, Макдональдс много лет у нас, как машина, производящая деньги, роскошный такой фаст-фуд, да, которому даже господин Новиков завидует. На постоянной обстановке обслуживает огромное количество. Вот, у них есть метод ведения бизнеса. А господин Новикович чему завидует? Вкусу бутерброда или чему? Он завидует бизнес-системе. Бизнес-системе, все же. Да, он неоднократно говорил, что он мечтал бы, чтобы его рестораны работали так же отлаженно, по-другому, но так же отлаженно, имели такую же бизнес-систему, бизнес-модель, как, например, Макдональдс. Вот, это у них есть, и есть определенные формализованные, вот бизнес-система формализована в определенных, как бы, ну, рамках, регламентах, инструкциях. Таня, простите, я вас перебью, извините, мне просто показалось сейчас, я слушаю, да, ваш рассказ о Макдональдсе, мне показалось, что все-таки гамбургер и чизбургер во многом стали популярны во всем мире не благодаря их непосредственно каким-то вкусовым качествам, а благодаря бизнес-модели. Ну, совершенно верно, это любимое, это уже мое, как бы, сопоставление, то есть, возможно, у вас есть кто-то из, там, не знаю, может быть, бабушек, может быть, из уровня, там, родительского звена, которая готовит великолепные вкусные котлетки, да, но почему-то мы едим вот то, да, ну, может быть, там, не все из нас, но очень многие едят по-прежнему вот это самое, это не потому, что это вкусно, это потому, что это бизнес-модель, это великолепно отстроенная бизнес-модель. Все-таки гений был, да, этот товарищ по фамилии Макдональдс? А в тот момент, когда Макдональдс продал свое предприятие, это не было такой моделью, моделью сделали. Сделали, довели до ума, что называется. Да, да, предприниматели, бизнесмены сделали. Так вот, то есть, вот есть это большое предприятие, которое предлагает малому предприятию, большой франчайзер, малое предприятие франчайзи, купить вот этот пакет франшизы, где будет написано, как ему открыться, на каком месте открыться, сколько там у него должно быть сотрудников, как он должен продавать, абсолютно все, как продвигаться. Как он выглядеть должен, да, как он должен сговаривать. Выглядеть абсолютно все. То есть, у него есть пакет франшизы, и франшиза в переводе льготное предпринимательство. То есть, он не просто предприниматель, у него льгота определенная. А в чем она и льгота? Ну, что ему не нужно это все выдумывать, у него уже все есть. Вот, а он за это, за то, что ему уже дали вот такую методику развития бизнеса, он за это выплачивает. Да, совершенно верно. Он и при открытии каждой точки выплачивает. И, собственно, потом, когда идет развитие, да, объемы, то, соответственно, он выплачивает роялти. Первоначально паушальный или первоначальный взнос выплачивает. И оставляет право его контролировать, что он выполняет те инструкции, те регламенты, которые ему дал организатор сети франчайзинговой, и он работает непосредственно по ним. Это вот как бы очень серьезно. Отсюда сразу видно те как бы преимущества, которые есть у франчайзинга, и ограничения преимущества. Секунду, Таня, еще раз. К деньгам просто очень люблю я эту тему. Значит, единовременно выплачиваю я какую-то сумму оговоренную, или она от чего-то зависит, может быть, от размера моего бизнеса. Да, там все очень мудро, поэтому и первый взнос первоначально тоже очень мудро организован. То есть это плата за возможность работать под раскрученным брендом. Соответственно, это должен быть процент от той суммы затрат, которую ты тратишь на открытие. Например, мы говорили про копейку. Ну, например, когда-то там, когда копейка была, у них по их бизнес-плану открыть вот эти желаемые 300-400 метров стоило примерно 300 тысяч долларов. Берем от этого у разных компаний по-разному 5-10 процентам, получаем стоимость пакета франшизы. И предприниматель должен вложить 300 тысяч, ну и еще, например, до 30 тысяч в качестве пакетов франшизы, платы за пакет франшизы. А потом уже в процессе бизнеса, да, о роялте мы заговорили, это... Да, а потом регулярные платежи, которые связаны с оборотом в большинстве случаев. То есть это процент от оборота какой-то, да? Да. Или от чистой прибыли, может быть, выручки. Есть варианты, да, что это будет процент от оборота, это может быть процент от прибыли, но, наверное, с точки зрения прозрачности отслеживания процента это еще сложнее, да, а как бы даже процент от оборота это не всегда просто. Поэтому есть еще варианты замещающие, есть просто фикс. Франшизер, он тоже, наверное, особо не заморачиваться, чтобы ему не лезть туда, куда... Ну да, да, предположим, опять же, мы говорим, что вот там, любимый мой пример, компания клининговая, мы ей несколько немножко помогали в этом, и у них получалось так, вот франшизия, он берет оборудование клининговое для уборки, и если даже ты работаешь 24 часа в сутки, то все равно больше убрать с помощью не можешь. Вот есть какой-то метр квадратный, который ты можешь убрать, все, предел. Поэтому можно рассчитать, какой оборот ты можешь при 8-часовом, например, не с этого оборудования поиметь. И они говорят, вот смотри, ты открываешься сейчас, мы понимаем, у тебя клиентов пока нет, хоть и миллионник у тебя город, но клиентов нет. Поэтому первые 3 месяца 100 долларов. Потом 3 месяца ты уже наработал, пожалуйста, нам 300 плати, а вообще у нас вот мы фикс хотим 500 долларов, ну, эквивалент рублевый, как бы, и дальше мы эту сумму уже не меняем именно с этого оборудования. Вот как бы выплаты. Понятно. Да, ну, мы возвращаемся к бизнес-модели, как бы, да, какие там есть подводные камни, почему у нас все-таки 5%-то? Всего лишь. Да, почему, что происходит? Значит, ну, во-первых, какие плюсы, огромные плюсы? То есть получается, что если у меня есть бренд, ну, например, там, Макдональдс, я не Макдональдс, не знаю, но какой-то известный бренд, получается, что если я сама открываю ресторан, то мне нужно как бы энную сумму денег. А тут у меня приходит франчези, которая открывает эту точку, да еще и бренд мой висит, ну, просто замечательно. У меня и развитие бизнеса идет. И денежки капают. У меня и денежки капают, да. А если, например, это мы говорим так называемый бизнес-формат, то здесь товара-то особенно нет. А есть франчезинг, вот, например, Иконика, кругом салоны, красный куб, кругом там товар. То есть мы еще и на товаре имеем. То есть мы не просто бренд развиваем, вот если мы организатор сети, но мы же отдаем франчези товар, мы же, это у нас товар берет. То есть мы еще зарабатываем на товаре, поэтому нам развитие франчезинга исключительно получается эффективно и интересно. Вот это вот огромный-огромный плюс. Еще один огромный плюс, это огромная мотивация франчези. То есть, ну, например, опять же, мы про филиалы говорили, по-моему, мы упоминали там эту тему, открываешь филиал и начинаешь думать, как бы сделать так, чтобы директор не воровал. Ну, как бы вот это проконтролировать, а тут вообще такой задачи-то не будет. Это предприниматель, это бизнесмен, который, вообще говоря, возьмет на себя большинство аналогичных проблем. Я так подумал, вровать-то ему у кого? У себя, получается? Да, ему прибыль нужна вообще, говоря. Конечно, он же на себя работает, конечно. Вот, то есть это тоже как бы огромный-огромный плюс. Вот, еще есть одна вещь, именно с малыми предприятиями, им зачем идти как бы под этот флаг? Есть такая статистика, я думаю, что в этой студии, может быть, даже много раз уже озвучивали, что при, вот, например, открылось у нас в тысяча там каком-то году 10 компаний. Известно, что через 5 лет из этих 10 компаний останется 8-9, вернее, уйдет 8-9, останется 1-2, то есть все остальные исчезнут. То есть, на самом деле, развитие бизнеса – это такой сложный процесс, не так просто, не каждому он под силу. А во франчизинге обратная ситуация. Там из 8-ми через 5 лет остаются 7. То есть, ты гарантированно не провалишься. То есть, у тебя есть возможности потом по дальнейшему росту. Это большие плюсы, как бы, франчизинга. Таня, спасибо, мы сейчас прервемся рубрико «Вне времени», а потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжим. Продолжим наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Татьяна Сорокина, генеральный директор юнит-консалтинг. И мы говорим о прелестях франчизинга. Ну, мы о прелестях в основном говорим. Мы говорили, да, теперь как бы о проблемах франчизинга. Подождите, мы все прелести разговаривали? Ну, основные достоинства, да, безусловно. Там еще есть как бы условия, при которых вообще возможно развитие бизнеса по франчизингу. Но из преимуществ, наверное, ключевые мы назвали, собственно, три вот этих ключевых. Кстати, мы, я хочу подчеркнуть, мы же преимущество сейчас озвучивали для… И того, и траву. Нет. Для организатора сети то, что ты, не вкладывая деньги, развиваешь свои филиалы. Так. Это огромное преимущество. У тебя не воруют? Это для него же преимущество. Да, что мотивация высокая. Да, да, да. По франчизи. Да, да, да. И еще что-то мы говорили, да? Ну, мы все, нет, я к тому, что мы… Плата, возможность как бы отправила на рынки для малого предприятия, да, то, что он может… Вот это преимущество для него. Да, в отличие от остальных, да, да, да. Согласен. Вот. И, собственно, что за проблемные зоны у франчизинга, почему все-таки редко получается? Ну, самое, наверное, сильное ограничение, это связано с тем, что невозможно как бы развиваться по франчизингу, вот налаживать отношения между организатором сети, вот этим малым предприятием франчизи, не будучи в личных очень хороших отношениях. Да, почему? Ну, а вот представьте, что у вас как бы есть самое дорогое, вы в бренд вложили несколько десятков, а иногда сотен миллионов долларов, и вы первому попавшему этот бренд отдадите. Первому, конечно, согласен. Да, была такая ситуация очень интересная, значит, одна из лучших и договоров, и как бы систем франчизинга была в свое время у Ростикса, исключительно уважая Ростислава Ордовского, Танаевского бланка, и вот, собственно, как бы у него очень много, и у него и теперешние сетки, все оставшиеся, они идут по франчизингу, да, Ростикус он продал, но вот изначально он распространялся по франчизингу, и когда он открывал первых несколько франчизи, это типично, это бывает у всех, с половиной из них ему пришлось расстаться очень нехорошо. И он ограничил доступ в свою систему, я просто помню, как в тот момент говорили, он пошел в регионы, но он пошел через, по сути, как бы как Макдональдс, через совместное долевое участие с местными представителями бизнеса, вот, а в тот момент говорили, что невозможно стать франчизи, не будучи личным и очень хорошим другом Ростислава Ордовского, Танаевского бланка. То есть вот личные отношения... Ну, может быть, это частный случай просто, ведь вы начали с того, что он со многими расстался, он, видимо, на всех обиделся, как обычно это бывает, на весь мир, и говорит теперь, нет, а бы кого не пущу. Да, я просто его вспомнила, а если, на самом деле, у нас-то учебников мало, а вот зарубежные учебники, там они, вот у них в основном эти истории про личные отношения, даже с рубежом, не только у нас, это не потому, что наш менталитет или что-то там у нас не так, нет, это как бы повсеместно, и у них то же самое. Вот, еще очень серьезное ограничение франчайзинга связано с необходимостью контроля. Вот вы представьте, что наших русских людей нужно контролировать. Как это здорово. Какое-то время назад я познакомилась с представителем франчайзинга Сабве. Вот он рассказывал, что вот только-только они закончили эпопею, которая длилась не то семь, не то восемь лет, достаточно долго. Судебный процесс был с первым франчайзи. То есть они открыли первые свои франчайзи на Невском в Питере. Тогда не было ни то, что Сабве, вообще ничего не было, и были безумные очереди зато, и было все замечательно, и, соответственно, совершенно неглупый франчайзи решил, да что ж такое, вывеску убрал, рецептуру оставил, вывеску другую повесил, зачем же я буду... Да, да, да. На дядю-то работал. Бесполезно. Бесполезно. Да, он сказал в тот момент, что мы, говорит, уже оставили эту идею. И на самом деле это не потому, что они светлые и не сбалованные ничем американцы. У нас, на нашей почве российские, наши предприниматели проходят то же самое. Не буду говорить, одна из наших фастфудовских сетей имела 40 франчайзи в Екатеринбурге, у него было 40 точек. И вот, соответственно, тоже в конце концов, популярная очень сетка, не буду говорить какая. И вот то же самое, он меняет в названии, одну букву всего он поменял, как-то еще, я помню, что благозвучно это получилось у него, и все. И работает те же самые. То есть вот это серьезное, на самом деле, ограничение. То есть, воспитывая франчайзи, ты готовишь себе будущего конкурента. Подожди, вот пример с Питером и вот этот с Екатеринбургом. То есть я поменял эту самую букву. И все? И ты получаешь все деньги себе в карман? И начал работать все. То есть я при этом не нарушил никакого договоренности с франчайзером? Ну как, бренд ты поменял? А если не залицензирована рецептура и все остальное, это невозможно. Новинки-то вводятся постоянно. То есть это все в лицензию вогнать нереально совершенно. Поэтому получается, что защищенность как бы очень небольшая по этому поводу. Ну и система контроля. Еще третье, это мы проговорили как бы про то, что тоже огромный минус. Минус-минус, это система контроля. Феликс, компания Феликс. Мебельная, по-моему. Мебельная, да. У них же тоже франчайзинг. Вот у них была такая ситуация, когда тоже познакомил с директором по франчайзингу. Он сказал, что у них абсолютно отлажено все. И в регион они выходят. Вот у них там есть 10 дилеров. Они говорят, вот выбирайте, ребята, мы сейчас будем на франшизу переводить. Все сразу 10 говорят, да, мы хотим. Они одного только берут, самого лучшего. Это отлажено. Юридическая сторона, все отлажено. Говорит, что только сложно мне очень отладить, так это систему контроля. А потом еще прошло какое-то время. Опять я его случайно встретила. Не только конгресс какой-то был. И я у него спросила, как с контролем. Говорит, тотальный контроль. Мы перешли к тотальному контролю. То есть вот это основная головная боль, которая возникает. То есть смотрите, невозможность выстроить какой-то контроль, какую-то систему контроля, заставил их перейти к тотальному. Ну да, тем, что опять же и бренд может пострадать, они опять же вывеску сбросят. Почему так долго? И, собственно, я не в курсе до сих пор, насколько я понимаю, Макдональдс-то во всем мире по франчайзингу у нас-то нет. С чего бы это? Ну, может быть, опять вот мы говорим о проблемах взаимоотношений. Может быть, на законодательном уровне за рубежом эти проблемы как-то решаются? То есть я не могу поменять буковку? Да, там законодательно, конечно, больше, они более защищены. И законодательство совершенно другое, да, безусловно. Бизнес-правила другие. То есть если ты нарушил, то ты как бы нарушил. А у нас вроде нарушил. А вроде и не нарушил. А вроде бы и не так все это выглядит. Вот, это вот плюсы-минусы. Ну, есть еще условия. Про одно условие мы сказали. Мы сказали, что очень хорошо, когда есть свои точки, и ты их клонируешь. Как бы вот это первое условие развития системы в форме франчайзинга. Но при условии, что есть бренд, как бы, да, опять же, что у нас есть уже бренд, что нас как бы знают. Потому что с нуля не получится франчайзизировать, бренд не сделает абсолютно. И еще есть одна такая вещь. Как правило, это очень интересно, франчайзинговый бизнес бывает более доходный в среднем, чем остальное. Потому что ведь эти роялти, они же выплачиваются. И вот, например, там, ну, кто-то из талантливых таких предпринимателей, вот он задумывается. Или ему по франшизе работать, или свой бизнес открыть. И вот если он свой бизнес, у него весь, как бы, доход будет его собственный. А по франшизе он будет, собственно, выплачивать эти роялти. И, конечно, очень важно, чтобы все-таки это были сопоставимые вещи. То есть то, что он получает после выплаты роялти по франшизе, и то, что он получает самостоятельно. И, как правило, они действительно бывают. То есть на величину франшизы, как правило, вот в этих роялти, вернее, бывает, как правило, экономичнее, да, интереснее, финансово интереснее работать по франчайзингу. Интересно, да, интересно. Это изначально идеологически, да, такой результат? Или так получается просто? Ну вот исключительно уважаю и восхищаюсь нашей франчайзинговой сеткой Селла. Может быть, видели одежду Селла? Это на самом деле ценовой сегмент, средний минус. Может быть, многие это и не ходят. Но формат великолепно воспроизводится в городах от 200 тысяч. То есть вот в любой, не то что Москва, практически в любом городе поставишь Селлу и будет у тебя определенный доход. Там недорогая одежда, круг, комплекс для всей семьи. Там самые основные вещи, довольно стильные, то есть все как бы хорошо. Первоначально они работали, громко сказать, дилерами, с оптовиками. Соответственно, товар хорошо уходит, они заинтересованы в Селле получается. И Селл им в какой-то момент говорит, коллеги, у нас появляются требования по оформлению точки. Вы нам, пожалуйста, вот такое торговое оборудование, и вот, пожалуйста, у нас вот логотип есть, вот как хотите. А это надо сделать. Проходит еще какое-то время, их становится уже несколько сотен. То есть Селла оперяется потихонечку, да? Да, и она им говорит, коллеги, у вас есть год, а через год, во-первых, если у вас будет площадь меньше, чем у нас есть по требованию точки, у нас не какие-нибудь там закуточки, у нас должно быть вот имидж. Поэтому требования, вот как хотите, такая площадь, вот требования по фирменному стилю и роялти появляется. А там уже, да, там все, там уже как бы вариантов-то нет. Бизнес доходный, интересный, конечно, соглашаются. Вот понемногу-понемногу так и вводят. Это мудро, это как бы реально… Конечно, вот это развитие бизнеса. Да, это есть развитие бизнеса и в целом, конечно, бизнес хороший, то есть действительно, видимо, в среднем более доходный, чем… Ну, все-таки надо подчеркнуть, да, прежде чем вот таким образом развиваться, предъявлять, да, своим партнерам все более и более жесткие требования, надо сначала все-таки создать вот это имя, да, эту Селлу, этот бренд. Да, 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 ну, чтобы он был экономичный и выгодный, и чтобы бренд был, да, это все необходимые условия как бы развития бизнеса, да, так и есть. Здорово. Так, немножко у нас осталось до следующих новостей, но тем не менее, давайте начнем. Законодательство. Законодательство, да, очень я запереживал по поводу ваших рассказов. На самом деле, законодательство поправится, и вот не так давно знаменитая статья о коммерческой концессии, это не франчайзинг у нас в гражданском кодексе, а коммерческая концессия, она была серьезно отредактирована, но все равно по-прежнему остались обижены, ну, например, организатор сети как бы как его обидели, и до сих пор это ограничение очень частично снято. Вот, предположим, как бы мы с вами открыли там, ну, не знаю, какой-то ресторан по франчайзингу, мы франчайзи, ну, что-то мы в требованиях жестких по гигиене или по рецептуре нарушили, и наш посетитель, гость, как они говорят, отравился, ну, не насмерть, а выжил и пошел в суд. Вот, и вот если это будет в цивилизованном мире, то франчайзи будет отвечать перед франчайзером, потому что он нарушил то, что было как обязательное приложение к договору, и он будет отвечать перед, ну, человеком, которого он отравил гостем. То есть он два раза отвечает, получается? Ну, да, он два раза виноват, получается, а у нас не так. У нас предполагается, что франчайзер несет вместе с франчайзи субсидиарную ответственность. Понятно, понятно. Вот, то есть это, например, это, она вот сейчас, новая редакция появилась, там некоторые условия проговорены, но в целом все равно канва та же самая осталась. Они долго с этим боролись, я знаю как раз и РАРФ ассоциация франчайзинга, но пока как бы это не сдвинулось. То есть я так представляю такой диалог, знаете, между франчайзером как раз и представителем законодательных органов вот этих вот, да? Тот, естественно, разводит рука, ну, это несправедливо, так что я должен за него отвечать? А ты думай, кого ты... А ты думай, как ты контролируешь, да? Совершенно верно. Думай, кого ты на работу берешь, да, с кем ты связываешься. Ты думаешь, как ты контролируешь, как ты будешь его контролировать? Ну, это не очень логично, мне кажется, все же, нет? Ну, вот все так считают, да, но пока вот... Это не так во всем мире, это у нас только так. И, например, для малого предприятия, что у них как бы по-прежнему как бы плохо или плохо работает, так скажем, да. У меня любимый мой как бы списочек, это примерно на трех листах перечень той информации, которую организатор сети обязан предоставить франчайзе. Вот, например, я или вы собираемся красный купить. Помечтаем, у нас будет сейчас пару минут, помечтаем, мы собираемся купить красный куп. Новости на Финам. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам. Мы говорим на тему франчайзинга сегодня. И в гостях Татьяна Сорокина, генеральный директор Югит Консалтинг. 65 10 99 6, код города 495, это телефон прямого эфира. Ну что ж, и так мы покупаем, Татьяна. Да. Мы покупаем с вами красный куп. Нам бы, наверное, хотелось бы понимать, что за ситуация экономическая внутри компании. Ну прежде чем покупать. Какие там доходы, возможно, какие расходы вообще, куда компания идет, какие результаты у нее. И вот если, например, мы возьмем американское законодательство, то у них на трех листах расписан перечень тех документов, которые обязан франчайзер предоставить малому предприятию при покупке, чтобы тот не покупал кота в мешке. Вот, я его очень люблю, и в качестве, ну, такого просто ознакомления, чтения рекомендую всем, кто хочет купить франшизу, потому что у нас в Российской Федерации практически отсутствует обязательство франчайзера предоставления информарской информации. Ну, то есть я могу воспользоваться американским опытом, да, где-то в интернете можно найти этот перечень. Да. И прийти уже непосредственно, да, к франчайзеру и сказать, дружище, вот будь любезен, вот это мне все предоставь. Ну да, да. А он мне что в ответ. Да, действительно, что в ответ. Ну, например, там, среди этого перечня, например, есть, он обязан предоставить телефоны не менее трех франчайзи, которые могут рассказать о том, как с этим парнем вообще работать, что там вообще происходит. Ну, мы можем и сами раззабыть три телефона франчайзи, да спросить у них на самом деле, а как с ним работать, и вообще, что там по факту получается. Можно не заморачиваться сильно, да? Ну да. Ну, это вот законодательная вещь, но, по счастью, как бы в последней редакции Гражданского кодекса изменены тоже очень важные вещи. Во всем мире был один вариант, а у нас был другой. Цена. Вот, например, может ли франчайзер диктовать цену, ну, например, вот на те же самые гамбургеры? Да, ну, вроде как получается, что нонсенс. В центре Москвы аренда дорогая, поэтому гамбургеры в два раза дороже. А вот на окраине у нас как бы дешевле, поэтому гамбургеры дешевле, да, вроде как. Это нонсенс? Мне кажется, нормально. А, ну, значит, у вас первая редакция. Я в поиске дешевого гамбургера поехал на окраину. Ну, правда, я что там, в пробке постоял, да, бензин, ну, я зато дешевый бутерброд сел. Понятно, понятно. Ну, на самом деле, видите, как Макдональдс Улин стал Макдональдсом, что это было одинаково, это было конкурентное преимущество сети. Определенная его цена, это реально очень важно. Сюда и индекс Бикмака, да, известная вещь. Декс Бикмака, совершенно верно. Вот, поэтому это очень важно. Вот у нас долго этого не было, теперь действительно появилось… Это уже на законодательном уровне. Да, на законодательном уровне, что он имеет право, ну, определять цену для франчайзи по продаже, как бы, по его перепродаже. Это первый вариант. И второй, очень серьезное было снято ограничение. Но договоры франчайзинга, они очень долгие. Ну, например, у Макдональдс 25 лет, но у нас в России 8-10 лет долгие. И вот было такое требование, что перезаключение договора через 10 лет будет на тех же условиях. Что у нас там сейчас с рублем происходит, какие у нас те же самые условия, что и 10 лет назад. Правда, интересно? Я просто не встречала ни один договор, который бы через 10 лет продлился на тех же условиях. Моей практики не было, может кто-то знает. Вот, они, по счастью, это тоже убрали, изменили. Вот, ну, то есть идут подвижки, но, опять же, вот в Америке законодательство отрабатывалось там, условно говоря, там, десятилетиями. Поэтому и мы к этому придем пока вот то, что есть. То есть надо пробовать просто, надо пробовать, пробовать, пробовать. Да, да. Здорово. Ну, и теперь к экономике, да, к экономике франчайзинга. Как выглядит пакет франшизы, на что надо обращать внимание. Ну, вот, кстати, мы о требовании к франчайзеру уже поговорили. То есть, если мы платим, например, мы посчитали, что мы платим там 30 тысяч долларов. Вот за что же мы это платим? Что мы должны получить в обмен на наши деньги? Ну, как правило, франчайзер что делает? Первое, он помогает в подборе помещения, местоположения, где он должен располагаться. Он помогает именно потому, что он сам определяет, где он должен. Да, у него есть очень четкие критерии о том, где должно быть местоположение, как это лучше. Ну, например, есть такая компания Benetton, всем известная. И, например, представитель, глава московского представителя, господин Григорьев, он неоднократно с гордостью говорил, что у Benetton есть такие принципы выбора местоположения, которые позволяют оставаться им конкурентоспособными минимум 5 лет точки. Всем, конечно, было всегда интересно. Все спрашивали, какие же у вас там принципы, что же там такое, расскажите, пожалуйста. На самом деле, я ему тоже доверяю, господину Григорьеву. Почему? Потому что, наверное, не все знают, что в структуре дохода Benetton, McDonald's, основной доход от нерозничных продаж, от недвижимости. То есть они действительно прекрасно выбирают недвижимость, потом ее сдают в аренду. В самых выгодных местах они выкупили недвижимость. Они умеют определять местоположение. Ну, вот Григорьев, например, говорит... Подождите еще раз. Они выкупили недвижимость и сдали в аренду своему фронтическому? Не только в франчизе. Не только в разные способы использования недвижимости, может быть. Но они получают... Основной доход у них в структуре дохода у одной и другой корпорации не от розничной торговли, от недвижимости. Ну, это я сейчас даже что-то огорчился. Увы. Ну, бизнес-то, бизнес. Мы говорили, вот есть McDonald's, он торгует бутербродами, оказывается. Он на них и не зарабатывает вовсе, а он просто склады в аренду сдает. Зато это выбирать местоположение, что тоже очень важно. Понятно. Знаете, у розницы есть такая... Вот раскрылись глаза у меня теперь на этот успешный мир. Есть такая поговорка, что три фактора определяют успешность магазина. Это местоположение, местоположение и местоположение. Всего три фактора определяют успешность магазина. И вот Григорьев говорит, что первый, например, фактор, на который мы обращаем внимание в Бенетоне. Первое, это важно, чтобы точка была в центре города на пересечении улиц, на перекрестках. Ну, первые линии домов, да, обычно? Да, собственно, как бы, да, разумно все. Если, говорит, это не центр города, то это должна быть правая сторона улицы. Опа. А правая сторона это какая? Это четная. А почему она правая долга? Гипотез уже немного четная и нечетная, а к центру и центру. Да, да, да. Куда посмотреть, в какую сторону? На самом деле в рознице все очень на здравом смысле основано. Правая сторона та, где движется поток людей и машин после работы. Понятное дело, что пока вы едете на работу, вряд ли вы будете в магазины заскакивать, типа Бенетона. Вот, то есть, ну, еще, говорит, у меня есть еще и другие критерии такие специальные для России, например, потому что мне там, например, звонят из Бакана, говорят, вот, у меня там правая сторона, лучшая улица. Все, говорит, я никому не верю, еду смотреть сам. Потому что в России, говорит, много таких улиц, где люди не ходят, и наших точек там быть не должно. Обычно улицы Ленина называются. Ну, это предрассудки, мне кажется, уже господина Григорьева. Улица Ленина. По ней люди не ходят. Ну, это было тоже как бы так, а потом я приехала в Смоленск, это моя историческая родина, у меня мама Смоленская, и там прекрасное место, роскошный отель, и ровно в центре между моим вот этим отелем, этой центральной площадью, еще куда-то, куда я пошла, была улица Ленина. Там совсем не было ни одного человека. Я подумала, что, наверное, все-таки Бенетон был прав, что-то в этом есть. Вот, но это как бы первое, то, что они обязаны, например, в Красный Куб, если мы покупаем, то они приедут с анкеты, они все посмотрят, еще до всякого заключения договора, и скажут, там, будут они с нами хоть о чем-то говорить, или как бы это не подходит никак, они по каким принципам. Местоположение — это очень важно. Потом в эту же стоимость входит планировка помещений. То есть они предоставляют о том, как должно быть имиджевое оборудование, какой должен быть сделать ремонт, это все как бы разработки от организатора сети. То есть они дизайн помещений предоставляют? Дизайн как минимум типового, однозначно. То есть у всех это есть, это все предоставляют. Кроме того, что они еще делают? Очень часто в пакет франшизы входит определенная поддержка рекламная. То есть, ну вот, например, когда открывается точка, конечно, все, что связано со скидками, там, с картами, может быть, там, с какими-то бегущими строками о чем-то на местном рынке, это реклама, это мест малого предприятия. А вот поддержка бренда, твоего бренда, раскручивание на национальном масштабе, это, собственно, как бы задача непосредственно франчайзера тоже как бы. А франчайзи участвуют каким-то образом в этом мероприятии? Только на своем локальном рынке. Там скидки, бегущие строки, какие-нибудь, не знаю, билборды, еще что-то. Нет, я к тому, что вот эта стратегическая реклама, реклама бренда именно, она ложится каким-то образом на каждого из франчайзи. Условно говоря, по чуть-чуть в общий рекламный бюджет, ребята, давайте отправляем. Еще одну могу рассказать ситуацию, рассказывал директор по франчайзингу иконики. У них в какой-то момент был ребрендинг, а они бесплатно раздают постеры. Вот он приезжает, я не помню, какой это был город, он приехал к франчайзи, он видит там постер трехлетней давности, уже ребрендинг прошел, он говорит, ну что же ты, я же тебе бесплатно даю. Говорит, да нет, у тебя вот это вот новое некрасивое, вот то красивое. Так что они как могут участвуют, всеми силами. Всеми фибрами своей души. Таня, у нас осталось, боже мой, время летит, осталось полторы минутки. Давайте, что мы успеем еще рассказать? Или просто уже в финале, как всегда, будем подводить итоги и о перспективах поговорим? Да, да, то есть все-таки форма развивается. Я упоминала только, например, розничные сети. У нас есть еще товарный франчайзинг через товар, обувь. Очень многие идут по франчайзингу обуви, это очень перспективно. Услуги сложнее сделать, организовать услуги, ресторан и так дальше. Там слишком много контроля, это крайне сложно организовать. Но тоже чем дальше, тем больше, в общем-то, компаний, которые на это идут. Но, по крайней мере, если подводить итог, то очень много предложений на сайте Российской ассоциации франчайзинга недорогих франшиз, реально недорогих. Ну, не знаю, там для души и души, вот магазинчики. Мы вспоминали «Красный код», тоже, кстати, не очень дорого. То есть есть действительно такие варианты. Ну, не очень, это сколько приблизительно? Какие деньги-то, не помните? Ну, там выплачивается, насколько я помню, пакет 25, но туда же очень много что оплаченного входит. Иногда это даже входит оборудование у души и души, насколько я помню, входит оборудование. У них, кстати, пакет франшизы раньше был 7 тысяч долларов. Сейчас, по-моему, немножко подороже стало, но тем не менее. То есть это варианты, которые реально можно рассмотреть. Это альтернатива, например, работы по найму в каком-то варианте. И действительно, перспективы есть, безусловно. За франчайзингом будущее. Все-таки то самое светлое, о котором мы в самом начале сказали. Спасибо огромное. Татьяна Сорокина сегодня в гостях «Бизнес-класс». Таня, спасибо, что нашли время. Спасибо, уважаемые слушатели. Всего хорошего успеха в бизнесе. До свидания.